Друзья, всем привет! На связи Национальная Ассоциация Аукционных Брокеров. Мы сегодня находимся в городе Тула, в гостях у Кирилла Инюшина. Это серийный предприниматель, это аукционный брокер, тульский блогер номер один. Кирилл, привет! Привет! Да. Здорово, Кирилла. Давайте сразу начнем. У нас сегодня интервью в виде подкаста. Мы общаемся, задаем вопросы, задаю вопросы я, Павел. Если у тебя, Кирилл, есть вопросы, так же можешь задавать. Итак, скажу сразу, Кирилл у нас не обучался, нам просто интересно было узнать его опыт, с чего он начинал. Мы работаем на одном рынке, в одной сфере, и у нас разные подходы ведения бизнеса. Итак, друзья, поехали, начнем, в принципе, с самого начала. Еще раз привет, Кирилл. Спасибо за то, что принял вас у себя в гостях. Для нас очень ценно общение с нашими коллегами, которые не причисляют себя никаким командам, двигаются самостоятельно, свои команды выстраивают. Для нас очень ценно именно вот такой предпринимательский здоровый диалог выстраивать и дружить, как говорится, с семьями. Естественно, что в любом становлении любого предпринимателя есть какие-то, знаешь, такие фундаментальные вещи, которые повлияли. И мне интересно ковыряться в том, какой человек был в детстве, потому что многое закладывается в детстве. Именно с детства мы сейчас и начнем. Скажи, пожалуйста, каким был Кирилл Инюшин в школе? Это был хулиган, это был продаван, это был, не знаю, разбойник, ловелас. Кем ты был в школе? Как это было? В школе я был обычным таким неприметным парнем, на самом деле. Как сейчас? Сейчас немножко более приметным стал. С шестого класса меня родители отдали в текст спортивного ориентирования. И с этого времени моя жизнь начала более активно развиваться. Если у всех был круг общения, это только школа, соответственный двор, у меня был круг общения школа, двор плюс секция спортивного ориентирования. Извини, а можешь пояснить, что такое секция спортивного ориентирования? Спортивное ориентирование – это такой вид спорта, который не очень известен вообще в России и в мире. Это задача этого спорта при помощи карты и компаса найти контрольные пункты в лесу и на них отметиться. Это нужно сделать в минимальное время, взяв все необходимые контрольные пункты. Короче, по-современному – это квесты. Типа квесты, да. Мне что нравилось в этом спорте, мне не только сам спорт нравился, нравилось просто общение с новыми людьми, потому что мы постоянно выезжали на соревнования. Летом у нас там из 90 дней лет, наверное, 50 я проводил не в Туле, получается, а на выезд на ролиных соревнованиях. Там же я получил навык общения как в рамках своей команды, так и с другими командами. У нас были эстафеты. То есть, это дало мне такой хороший навык общения и взаимодействия с людьми, в принципе. Что касается заработка денег, то, в принципе, как все предприниматели, которые достигли определенного результата, мы все начинали с самых мелочей. Начинал я, как и все, со сбора бутылок. Потом были жестяные банки, потом был металлолом, потом были платы. Я расправил платы и сдавал их в цвет мед. Чуть позже потом я стал заниматься продажей помидоров, огурцов, которые мы с бабушкой брали на рынке на овощебазе и продавали их как домашнее. Я был с бабушкой, бабушка была таким оффером, то, что это типа с огорода, при том, что часть была реально с огорода, часть была с овощебазы. На этом я тоже заработал первые неплохие деньги. Потом я понял, что нужно что-то делать более самостоятельно уже. Следующий мой бизнес, такой микробизнес был, это плантации ежевики я засадил у себя на огороде. Мы уже, знаешь, из школьных лет уже сразу перешли в такую бизнесовую. Вопрос был про школу. Я хочу, на самом деле, сосредоточиться еще чуть-чуть на школе. Кирилл, это был хулиган или завучка? Ну, я был, наверное, не хулиган точно. Я учился на 3-4, 4-5, и у меня были любимые предметы, такие как математика, например, и технические предметы. И у меня были нелюбимые гуманитарные предметы, там у меня было все время хуже. То есть я учился в обычной средней школе, и каких-то там либо сверх таких результатов, или там двоечных у меня не было. Я был просто такой среднечко в обычной паре. Я понял. То есть в дневнике таких записей, как у меня, не было? Бегал на перемене по школе, сбил учительницу? Были редко. У меня где-то в 6-м классе, наверное, мы играли в СИФУ, я упал с пианино и сломал ногу себе. Вот такие случаи были, да. Но они были редкие очень. Вопрос о безбашенных историях. Самая ли это безбашенная история в твоем детстве? Ну, наверное, нет, были разные еще истории. Когда мы ездили на соревнования, когда мы там убегали от тренера из палаток, убегали на дискотеку, или там убегали к девчонкам, залезали в непонятные здания. Вот, тоже были истории. Ну, наверное, одна из таких историй, да, когда просто курьезно очень играть в СИФУ и сломать ногу, потому что ты упал с пианино. Охренеть. Да, это... Кирилл, а какое у тебя на сегодняшний день образование? Есть ли оно вообще? У меня, получается, после средней школы обычно я поступил в универ, при этом это было несложно. Я поступил по совету родительную физическую специальность, при том, что я особо не готовился. То есть у меня, наверное, из всего класса я один из единственных, только у вообще не было репетиторов. Я просто не понял, зачем они нужны, думаю, что я слишком тупой, что я сам в нем могу разобраться. И при том, что я не посвящал учебе много времени, что у меня было очень много соревнований. И, получается, я поступил шестым номером из 35 по результатам ЕГЭ. И поступил я на техническую специальность, подъем, транспорт, строитель, дорожные машины. Отучился 4 года, это был бакалавариат. После 4 лет по настоянию папы я пошел в магистратуру, но что-то я уже занимался бизнесом более серьезно. Я понял, что просто вуз меня отвлекает от занятий тем делом, что мне нравится, приносится доход. Вот где-то после 5 курса я, ну, то есть, получается, 4 курса я окончил, и после первого курса магистратуры с долгами, со всеми, я просто пришел и сказал, что, ребят, все, я не могу, отчисляюсь, потому что мне это уже неинтересно. То есть, правильно ли я понимаю, ты учился по техническому направлению? Да. И стал предпринимателем? Да. Слушай, у меня точно так же, я учился на технико-электрика и стал предпринимателем. Класс, Кирилл. Электрик и машиностроитель. Так что, кто хочет стать крутым предпринимателем, идите на физические специальности. Да, и занимайтесь спортом, потому что спорт дисциплинирует. А еще это не точно, друзья. Кирилл, скажи. Это говорит белый воротничок. Кирилл, скажи, какого ты года рождения и кто ты по знаку Зодиака? Я 1990 года рождения и по знаку Зодиака стрелец. Здесь я маленькую ремарочку тоже скажу. Я нереально не очень верю во все знаки Зодиака и прочее. Я понимаю то, что есть какое-то влияние, но наше детское воспитание, наше воспитание в молодости и наша мотивация, наше обучение, оно гораздо больше влияет на человека, чем знак Зодиака. То есть, если мы возьмем Стрельцов, есть и супер успешные, и есть супер неуспешные. Как говорит наш коллега, вся сила в убеждениях. Да, вот именно. Убедился я, что ты успешный успех, будешь таким, да? Если ты на знаке Зодиака ориентируешься, счастье, здоровье, именно так в жизни пройдет. Еще гороскоп, кто по утрам слушает, это те еще товарищи. Кирилл, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя кумиры, кто они и какие самые крутые качества вот этих людей, они на тебя влияют, импонируют тебя, на кого ты равняешься? Ну, кумиры, наверное, может быть, громко сказано. Есть, да, люди, чьи результаты меня реально импонируют. Первый – это Березовский Борис. Вот, несмотря на то, что такая фигура, она неоднозначная. Я пересмотрел все его видео, сейчас читаю книжку с ним. Я тоже. Реально, просто человек очень интересный, он настолько филигранно управлял страной, управлял предприятиями, забирал госкорпорации себе. И реально, то есть, настолько тонко он все делал, настолько он был близок к поражению, но то, что происходило с 90-х по 2000-е годы, это реально достойно восхищения просто. Просто кроме него, даже рядом не было людей, которые хотя бы примерно были такого же масштаба, как он. Ничего себе, спасибо, я обязательно эту книжку начну читать. Потом из современных – это Галицкий, потому что человек реально – это первый по списку Форбс, который достиг своего состояния самостоятельно. Если до этого, до Галицкого все люди в списке Форбс – это те, которые пришли понятным путем, да, им повезло, естественно, в какой-то степени, в какой-то степени они показали охватку, но в любом случае им в какой-то степени повезло. То Галицкий пришел к этому самостоятельно, был как раз в парке в Краснодаре, который он сам построил, был на стадионе на его. То есть, человек реально, который понимает уже то, что надо что-то отдавать, получается, и тогда все будет у тебя. И третий, наверное, мой кумир – это Оскар Хартман, тоже человек, который построил состояние практически с нуля, который запускает стартап один успешный за другим. И самое главное, что он сказал, такую фразу очень важную, то, что успешный предприниматель, он должен быть серийным, потому что, если ты один раз разобрался, ты не можешь стоять на одном месте. Ты постоянно предпринимаешь, запускаешь что-то новое, что-то закрываешь, что-то продаешь. Вот, я примерно его технологии тоже поддерживаю. Супер, мне кажется, это достойные люди, и они как бы разные все. Класс. Галицкий, в пример, это очень сильно, действительно, один из тех олигархов в России, который не является ресурсным олигархом, у которого нет доступа к полезным ресурсам. И, в общем-то, это действительно ценно, что ты это отмечаешь, с тобой солидарен полностью. Кирилл, работал ли ты в найме? Да, на самом деле в найме тоже довольно долго работал, и на различных работах. Начал я работать 14 лет, до 14 общерничных, никуда не брали. Я разносил листовки по подъездам, я разносил их на улицах. Потом я устроился в газету «Стройка». Это надо было ходить по офисам и приносить газету «Стройка» в офис различных компаний и получать подписи, и пришлось, что они получили. Потом дальше я постоянно работал на выборах. Выбор – это вообще был огромный куш, который мы все время срывали. Мы знали, если начинаются выборы, то мы сейчас реально очень много денег заработаем. Мы там зарабатывали 3 тысячи, 4 тысячи человек в день. В те времена это реально просто огромнейшие деньги были. После того, как я перестал работать на выборах, перестал работать в газете «Стройка», с 18 лет меня устроили в областном центре детского и юношеского туризма педагогом дополнительного образования. То есть с 18 лет я начал работать с детьми. Поскольку я сам с 11 лет ездил на соревнования по спортивному ориентированию, далее потом по спортивному туризму, я полностью знал, как готовить пищу на костре, какие продукты как хранить, как изготавливать. Потом дальше я знал, как ставить палатки, как организовать быт. То есть в принципе с 11 до 18 лет, за 7 лет я полностью прокачался в этой сфере. Несмотря на мой малый возраст, 18 лет, несмотря на то, что у меня не было образования, меня поставили в педагогом дополнительного образования, и я начал работать с своей командой. Ну и плюс, наверное, спортивное ориентирование тебе тоже помогло. Ну получается, да. То есть у меня были навыки и спортивный туризм, и я просто стал передавать их детям, получается. Потом в 19 лет вообще произошел суперкурерный случай, человек один из единственных в России такой, это наш преподаватель ОБЖ, я работал на базе своей школы, педагог дополнительного образования – это тот, кто ведет дополнительные занятия после уроков. Соответственно, я участвовал в соревнованиях, мы занимали их в высокие места, потому что я был эксперт, я был молодой, а другие педагоги дополнительного образования уже были более такого старшего поколения, и у них не было столько задора и рвения ко всему. Это тебе было в 18 лет тогда? Да, в 18 лет. И в 19 лет преподаватель ОБЖ, который меня обучал тоже с 5 класса, он из школы увольняется и говорит, «Кирилл, а может быть тебе стать преподавателем ОБЖ?» Серьезно? Вот. Я такой думаю, ну а что, если я с детьми работаю по дополнительному образованию, почему бы мне не работать учителем? Вот. И в 19 лет меня берут в школу учителем, в итоге получается, у меня, я 90-го года, а у меня 11 класс, 91-92 год. Ничего себе. Вот. И это опять же, это тоже прокачало сильно меня в управлении, потому что когда я приходил только, я понимал, что, блин, кто я такой, кто мне слушать, в общем, здесь будет. То, что нужно как-то поставить себя в любом случае. Но более-менее получилось. Сначала у меня получалось хуже, естественно, потом стало получаться лучше. И полтора года я отработал в школе, я вёл уже с пятых по 11 классов и физкультуру 10-11 класса. А расскажи, как это, вот ты 90-го года, да, у тебя там твои ученики 91-90-3, как ты их ставил на место, говоря, личный состав? Той самую такую пикантную историю, расскажи, пожалуйста. Да, особо прям пикантных, наверное, не было, потому что здесь смысл такой, что когда ты сам на одном возрасте примерно, ты понимаешь, мы же сами, когда учились, получается, в школе, мы сами подстёбывали, получается, учителей, и ты знаешь, типа, ты с другой стороны уже находился буквально год назад. И ты понимаешь, на что будет реагировать аудитория, на что они будут реагировать. И то есть ты уже становишь себя на их место и понимаешь, как себя вести для того, чтобы... Ториская стена на баррикад, да? Да, для того, чтобы не было такого какого-то подстёба тебя. Вот плюс опять же всё время это идёт подстройка, то есть нужно подстраиваться под класс, естественно, под каждого ученика. То есть если кто-то, например, там, я не знаю, двоечных, нету смысла ему что-то втирать. Реально бесполезно, потому что ему это неинтересно. Они просто сидели там у меня, чем-то занимались. То есть если у меня есть там отличность, я говорю, вот, садитесь сюда, я буду рассказывать. Потому что реально у нас уроки были интересные, поскольку вообще предмет ОБЖ – это такой предмет, один из самых важнейших. Вот я всё время приводил. Когда я приходил в класс... Как мой физурок говорит в школе. Я просто сейчас поясню на самом деле вам. Когда я заходил в класс, получается, естественно, что самое главное вообще при взаимодействии с новыми людьми – это хорошо представить себя и представить то, чем будем заниматься. Во-первых, я вкратце рассказал о своих достижениях. Рассказал, что у меня, например, был пятидневный кросс-поход с полной боевыкладкой, с рюкзаками, с палатками, с болотами, 75 километров. Плюс я это подтверждал фотографиями истории. То есть получается, там, первый или второй урок был, это краткая информация о себе, чтобы люди понимали, что я не просто здесь парень с 19-летней, а что я прошёл и чего я добился. И далее я про ОБЖ всё время рассказывал одну маленькую историю. Говорю, смотрите, от незнания математики, в принципе, никто не погибал ещё. Ну, то есть вас обсчитали в банке где-то, обманули вас. Ну, рублём больше, рублём меньше, в любом случае это не смертельно. А незнание ОБЖ однажды привело к смертям миллионов людей. Это было в Индонезии, когда море отошло назад, это было перед цунами. Если бы люди, если бы все люди хорошо изучали ОБЖ бы, то они знали бы то, что море и океан отходят только в том случае, когда будет цунами. Соответственно, что сделали люди? Отошло цунами, они что пошли делать? Собирать ракушки всякие, там, то, что осталось на песке, дары моря. Естественно, что цунами, оно идёт издаля, но поднимается за 100-200 метров. И, естественно, когда они увидели набегающую волну уже, их это уже не спасло. Естественно, что они все остались погибшими. И поэтому я всё время рассказываю, что если вы не хотите свою жизнь закончить вот таким способом, от незнания просто базовых моментов, то давайте мы будем работать. Если, в принципе, вам жизнь ваша не так интересна, может меня особо не слушать. Супер. Слушай, то есть ты продал свою экспертность. Да, экспертность и понимание того, что это предмет не просто для того, что он нужен, а этот предмет в первом очереди сохраняет вашу жизнь. Ну, а теперь успешный успех, который все любят. Кирилл, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал свою предпринимательскую деятельность? Вот мне очень интересно. И самое главное, как ты пришёл в аукционы по банкротству? Да, если мы опустим сейчас те микробизнесы, это на продаже бутылок, металлолома, плата, врачные ежевики, то первый, более-менее, первый мой устойчивый бизнес, это была рефератная компания. На втором курсе начали возникать трудности выполнения некоторых работ у меня, при том у меня несколько трудностей даже выполняли, просто я понимал, что это стоит 100 рублей, а разбираться самому надо, блин, целый день. Я понимаю, зачем мне нужны эти интегралы, логарифмы, когда это можно купить на трех штуках за 100 рублей. И когда я купил себе первую работу, стали спрашивать у меня одногруппники, типа, где ты купил это, где ты купил это? А я такой человек был всё время предпринимчивый, всё время как-то находил и решал вопрос, потому что у меня была какая-то проблема, я её и решал. А одногруппники были более такие... Инфантильные. Ну, более такие спокойные, такие вялые очень, ну, типа, ну, а где-то заказывал, я говорю, ну, там заказывал, нормально делают, нормально делают, ну, и заказывали. Потом я подумал, а если я одному, второму, третьему, пятому подсказал, а почему бы не покупать расчётки у того человека, который я нашёл, и перепродавать там с минимальной маржой. И начинал я вообще с 50 рублей с маржи. Даже бывает, что покупал расчётку за 500 рублей, перепродавал одногруппникам за 550. Притом, почему я такую маленькую оценку делал, потому что я понимал, что, скорее всего, они узнают, в любом случае, позже цены, и потом будет некоторый негатив ко мне. Поэтому я брал совсем маленькую сумму. А что такое расчётка? Ну, это расчётная работа. По математике обычно это было, там, по сапрамату, по физике, по термеху и так далее. Ну, технические специальности. То есть, грубо говоря, рефератом обзовём? Ну, реферат – это гуманитарных наук касается, а расчётки – это задача по-русски, если да. После того, как я стал перепродавать расчётки, я понял, что желающих много, начали перепродавать уже одногруппникам это дело. Потом стал перепродавать уже курсу, потоку параллельному. Потом уже просто стали, просто по сарафанному радио, поскольку я давал нормальную цену, я никогда сильно не накручивал. И плюс у меня были авторы, ну, подбирались более-менее нормально. То есть, я никогда не заказывал там у тех просто одногруппников, которые только сами научились делать, и что-то они пытаются там. После того, как стал это деятельность приносить нормальный определённый доход, я понял, что почему бы её не раскачать дальше. И после этого сделал свой первый сайт, который до сих пор работает. Давай вот отсюда. Сколько ты тогда зарабатывал в месяц? Вот в 2010 году. Я уже, к сожалению, не скажу. И самое главное то, что я не считал никогда. Ну, примерно, наверное, тысяч 100 я зарабатывал в сессию. Тысяч 100 в сессию в 2010 году? О, это хорошие деньги. Да, тогда были реально... На уровне своих сверстников я реально был просто олигарх, да, потому что, ну, потому что особенно в сессию реально было много денег. Я там эти деньги делал второй этаж себе, например, в гараже, потому что мы там собирались с друзьями пить пиво. У меня-то второй этаж выглядел так, как у некоторых квартир гораздо хуже выглядел, чем у меня второй этаж гаража. То есть ты зарабатывал деньги, сразу вкладывал их в развитие, то есть не было такого, что там успел... Ну да, я особо, на самом деле, никогда деньгами не сорил, потому что я все время понимал то, что сегодня есть деньги, завтра их может не быть, и поэтому нужно их потратить, наиболее экономически целесообразно. Отлично. Зафиксировали. Рефератная компания – это первый бизнес. Поехали дальше. Да, потом, когда я вышел на правильный оборот, я понял, что мне необходим офис. Потому что сначала я выдавал работы просто на улице, в определенное время на большой перемене. Позже я договорился с магазином, то, что я буду выдавать на их базе на большой перемене и платить там, по-моему, 200 рублей за один день присутствия. И потом я понял, что мне необходим свой офис. Для этого мне необходимо было открыть ИП. Я открыл ИП, заехал в свой первый офис 15 квадратов. И в этом офисе я работал сам 8 лет. Чисто-чисто ли рефераты там продавал? Я сначала, когда заехал туда, сначала думал просто рефераты продавать. Потом я понял, что меня просто студенты стали спрашивать о копии, о распечатках, о печати чертежей. Я посчитал на маржу, себе стоимость листочка от 4 – 30 копеек, ну, 30-40 копеек. Продажная цена – 3 рубля. Я подумал, вот золотая жила вообще. В 10 раз на маржа. На рефератах я зарабатывал в 1,5 раза, в 2 раза, а я в 10 раз. Поэтому у меня были, естественно, финансовые ресурсы уже. Я подкупил себе принтер, плоттер. И начал заниматься еще в формате копи-центра стал работать уже. Но одна проблема была, я работал один, и мне просто не хватало времени реально. То есть я целый день работал, у меня график был примерно следующий. Я в 8 утра приходил в офис, в 9 он открывался официально, работал до 5 или до 6. В 5 он закрывался официально, обычно что-то заканчивал до 6 делать. А учиться-то успевал? Это уже было просто, это уже был первый офис, это был в 2014 год. И получается, дальше я спал, с 6 где-то до 8, с 8 приходил в офис, и опять где-то работал до 2. Потому что была текущая операционная деятельность, нужно было стратегическую деятельность вести. Правильно можно сказать, ты поднялся на студентах, так скажем. Да, это был первый капитал такой простой. И дальше в формате Копи-центра я начал работать. И один раз мне пришел заказ с торгового центра с Тульского на 5 или 6 тысяч рублей на листовке. Естественно, что такой большой заказ я уже не имел смысла печатать на самобор, я его просто перезаказал. И когда я понял, что есть заказы на 6 тысяч рублей с маржой 30%, но это 1800. А на листовочках формата А4, да, маржа в 10 раз, но чек очень низкий, и прибыль получается минимальная. И плюс ему нужно печатать. И после этого я понял, а почему бы не развиться в области полиграфия. И в конце 2014 года, в сентябре, когда открылся универ, опять же, я понял, что я просто зашиваюсь, просто максимально зашиваюсь уже. Потому что я был один, а у меня были рефераты Копи-центра, плюс стали заказы какие-никакие, более-менее крупнее поднастроил рекламу. Мне уже было задача настраивать рекламу, разбираться. В общем, реально наступил в жопу уже. Я понимал то, что графика с 8 до 18, с 20 до 2 получается, еще вторая рабочая смена. Мне уже этого времени не хватает. И в сентябре 2014 я найму первую сотрудницу свою. Я очень горжусь на самом деле тем, что она до сих пор у меня работает, она сейчас находится в декрете. Но она с декрета выполняет также, принимает заказы от студентов, ведет диалоги с студентами, продолжает рабочую деятельность, просто в усеченном варианте. Это на самом деле ценно. То есть, это твой первый сотрудник? Первый сотрудник, который до сих пор со мной. Сейчас у тебя сколько работает сотрудников? Сейчас где-то вроде 85. То есть, в 2014 году начался такой прям старт. Да, начался с первого сотрудника. А потом дальше уже. У нас сейчас, на говори, в 2019 год уже 85 сотрудников. Отлично. Самое интересное, наверное, все ждут. Как ты пришел в аукционы по банкротству? В аукционы по банкротству я пришел. У меня все бизнесы на самом деле, несмотря на то, что у меня бизнесов очень много, и кажется, что они не связаны вообще ничем, они все логично связаны между собой. То есть, из-за рефератной кампании получился копий-центр, из копий-центра дальше переводится типографию. Когда я развивал рефератную кампанию и типографию уже, у меня была проблема, то что нужны были компьютеры, нужны были столы, нужны были стулья, для того, чтобы организовывать новые рабочие места. Денег у меня было все время впритык, и плюс я любил тратить их экономически целесообразно. Поэтому я не рассматривал приобретение новой мебели и оргтехники, я рассматривал только бушку. В итоге по мебели мы покупали это с распила стола, кресла мы заказывали по России, где-то здесь самая дешевая с доставкой, долго ждали, это очень неудобно было. Компьютеры мы собирали у одного программиста, или садмин, не знаю, как назвать его, на квартире. У него были нормальные компьютеры комплектующие, но какая была проблема еще у него. Я ему звонил, говорил, что мне нужен компьютер завтра. Я приходил завтра в назначенное время, а получалось так, что ничего не собрано еще. И мы час вместе собирались. И так у нас было постоянно. И получается, когда мы отработали сессию уже, это было лето, июль, август, 15-го года, наверное, что получилось? Я был более-менее свободен, потому что все студенты ушли в отпуск, и, соответственно, особо делать было нечего. Я подумал, а почему бы не замутить два направления, продажа офисной мебели и продажа уртехники в бушке. Я проанализировал рынок, посмотрел, что в Туле этого нету. Спрос, я понимал, что будет, скорее всего, потому что у меня был какой-то начинающий предприниматель спрос на это. Мебель мы нашли в Москве, уртехнику мы тоже нашли в Москве. В принципе, маржа была минимальная, но мы стартанули таким образом. А минимальная маржа это сколько? Ну, примерно 30% была. Это грязная маржа. Плюс есть аренда, расходы на рекламу и так далее. В итоге там практически ничего не оставалось. То есть вопрос, какая у тебя маржа в бизнесе, ты на него отвечаешь спокойно. Да, конечно. Супер, отлично. Дальше мы стали заводить с Москвы. Стали заводить с Москвы это все имущество. Мебель я продавал с подвала. То есть у меня был подвал, где был коопецентр, где почтал типография. Там же была рефератная компания. Небольшой уголок, 40 квадратов я отгородил под мебель. И все смеялись, когда мы шкафы тяжелющие затаскивали туда вечером, когда приезжала машина с Москвы, а потом отгружали клиентом. Но тем не менее старт выдался нормальным. То есть первое месяце мы были в небольшом плюсике. Там 3-5 тысячи на этом деле я сделал. Но поскольку у меня была рефератная компания, была типография, то есть мне даже запуск в ноль меня в принципе устраивал. И дальше произошел такой переломный момент, как раз после которого я перешел на торги по банкротству. С нами связался человек и говорит, мне необходимо вам продать много офисной мебели. Она находится в Туле. Он назвал цену. По шкафу мы забирали тогда в Москве по 1,5, по-моему, тысячи или по 2, продавали по 3. Тут он говорит, что у меня цена устроит 700 рублей. То есть цена была в 2 раза ниже того, что мы закупали. И еще и в Туле, то есть нет расходов на логистику. У меня к тому времени уже работал один сотрудник мебельной компании. Когда он мне передал эту информацию, даже не поверил сначала. Думал, какой-то это разводняк. Потом он динамил моего сотрудника в течение месяца, переносил сроки. Это, наверное, был сотрудник АСВ. Да, это был сотрудник АСВ. Серьезно, да? Да. И дальше, получается, я говорю, все, давай мне телефон уже. Я не могу ждать, потому что мы думаем, нам либо с Москвы надо мебель возить, либо забирать здесь стулья. А клиента приходит, мебели не хватает, получается. А с Москвы большая машина, у нас площадь маленькая была. Если бы мы завезли бы с Москвы машину, нам уже у него не получилось забрать бы. Я звоню этому человеку, и дальше он представляется АСВшником. То есть это человек, который работает в банке. Работал раньше в банке, хозяйственник. Сейчас он работает при агентстве по страхованию вкладов и реализует имущество банков-банкротов. При том, что это имущество было не учтено, и он предлагал просто забрать его в счет оплаты именно лично ему. Он объяснил ситуацию, что имущество как-то не учтено, но там пока небольшие проверочки будут, поэтому пока мы не можем отдать его. Как только я говорю, все по имуществу можно вам отдавать, я, естественно, сразу вам типа отгружу его. И дальше прошло буквально неделю, он звонит, мы заезжаем на склад, и мы сразу понимаем, что реально тот рынок, который мы раньше видели, он просто микроскопический в сравнении с тем рынком, который мы сейчас увидели. Это склад был порядка, наверное, двух тысяч квадратных метров мебеля, и там реально разная мебель была, разная техника, разного качества. Это же еще и банковское все было. Там все по фэн-шуй еще все классно. Там были классные очень позиции. И тут я понимаю, что если я раньше возил с Москвы за дорого ту мебель, то сейчас теперь, если я буду закупать с банком вот этих, то что маржа будет просто колоссальная. Я сразу переговорил с этим человеком, спросил его, что как, он объяснил, что эта мебель списана уже сейчас, вот, поэтому мы определили с ним цены. Я не помню, там где-то тысяч, наверное, 70-м ему отдали за вывоз мебеля. И, естественно, сразу же под эту тему сразу же давали новый склад 150 квадратов уже под мебель, потому что и просто размещать было некуда. Также он мне объяснил, что есть торги по банкротству, вот есть такой-то сайт. Я когда открыл этот сайт, посмотрел, сколько мебели, компьютер продается, я понял, вот, наконец-то теперь у меня проблем с товарами не будет. И таким образом я перешел, получается, к работе по торгам на банкротстве. Случайно снизу, не случайно. Так, ну, с какой суммы стартовал? Помнишь, что все в аукционах по банкротству? Ну, стартовал, у меня же были, у меня были капиталы, получается, небольшие совсем, но первый закуп был вот этот, на это примерно, я не знаю, 50-70 тысяч, наверное. Это на 2014 или 15-й уже был? 15-й это был. 15-й год, да? То есть стартанул с 50 тысяч рублей. Да, да. А как ты думаешь, сейчас можно стартануть с этой суммы на аукционах? Да, с любой суммы можно затонуть, потому что мы сами работали, мы тоже, когда потом дальше стали уже работать по торгам, и все стали податься и машины, и недвижимость. И в свое время я занимался просто абсолютно всем. Я продавал БелАЗ металлом, я продавал офсетную машину металлом, мы рельсы сдавали в металлолом, потом мы покупали броневики 10 штук, как раз вот Давидца, и вот первые его, наверное, первые его торги. Он выкупил 2 броневика, я выкупил 10 броневиков. Мы кондиционеры покупали, продавали собственника, продавали недвижку, продавали фуры, продавали обычные автомобили. Плюс мы работали как брокеры, то есть не выкупали под себя уже, а просто за комиссию могли продавать. Просто я потом от этого ушел, я сфокусировался на таких позициях, которые мне наиболее интересны. Это мебель, это артехника, это банковское оборудование, и плюс еще дебиторка. Потому что это проще немножко. Когда ты занимаешься чем-то узким, это менее риски у тебя получаются, и больше прибыль, потому что ты уже понимаешь и знаешь досконально рынок. Да. Пару слов о аукционах, о банкротстве. Мне очень приятно то, что Кирилл, до того как я пришел на рынок, он стартанул там где-то за год, может даже за полтора. И Кирилл там нашел именно свою нишу, свою сферу. Так на языке бизнеса, это занешевался. У нас чуть-чуть другой подход. Мы там покупаем за комиссию, мы пропагандируем аукционный брокер, речь покупать там недвижку за комиссию, спецтехнику там и так далее. Кирилл себя нашел в этом. И кстати, интересно, как он зашел на этот рынок. Помню, когда я стартанул в 2016 году, мы с тобой тогда встретились как раз таки в протоколах по банку-банкроту, мастер-банку был, по Питеру броневики покупали. Была интересная история. Слушай, ну вот так вот в двух словах, я помню, когда пришел на данный рынок, я тогда именно из практиков почему-то заметил именно тебя. Потому что, во-первых, ты, насколько я помню, учился в БМе, да? Да. Учился в БМе, именно там я тебя нашел, то, что ты занимался аукционами по банкротству, банковское оборудование, у тебя, помню, был сайт. А как раньше БМ учил? Делаешь лендинг, рекламный бюджет, Яндекс.Директ, пошел-пошел-поехал. И ты по их технологии там сделал пять сайтов, там продажа броневиков, там продажа оборудования. Да, именно так. По простой технологии, да, все было запустилось, да, что-то не срабатывало, это, соответственно, закрывало, что-то срабатывало, это работает до сих пор. И тогда мы с тобой тогда так и познакомились. Хорошо. Так, про первый лот смысл спрашивать уже, как бы, нигде туда, то есть, всех интересует, так, твой первый лот. У Кирилла первый лот был, это, скорее всего, мебель. Мебель, да, потом куплено неофициально, да. Да, без торгов, да, по прямому договору, типа. Да. Кирилл, твой самый большой факап в аукционах по банкротству. Давай поговорим на эту тему. Наверное, у меня их было несколько, прям супер больших не было, потому что я все время адекватно оценивал риски, и когда было понимание, что эта цена лота немножко высоковата, и есть некоторые нюансы, которые могут всплыть. Я просто не заходил на этот лот, поэтому я всем рекомендую, если все-таки есть понимание, что информация по лоту неполноценна, то лучше не податься, чем податься, потому что обычно факапы вот эти всплывают все по лоту, и покупая лот, кажется, что там прибыль будет 200 или 300 тысяч, через неделю ты понимаешь, что прибыль будет 100, потому что там есть какие-то нюансы, через еще две недели ты понимаешь, что прибыль будет 0, а потом пытаешься лить хотя бы с минус 50. Вот, поэтому у меня были такие факапы, например, как, в основном это связано с машинами было, поэтому я не очень рекомендую машины покупать. Такие проблемы были, снимали часть оборудования с них, что-то не заводил, что-то ломалось в процессе перегона, вот, много денег я не терял на лоте, ну, наверное, тысяч 30-50 максимум на лоте терял. А ты покупал за инвесторские деньги автомобили или за свои уже? Да, у меня получается, ну, все деньги, которые на крупную лоту были, инвесторские, вот когда броневики я покупал, я брал 2,5 миллиона одного из инвесторов в Москву крупного, по 72% годовых. 72? Да. Потом сейчас я уже снизил ставку, сейчас мы тоже дебиторки покупаем большие портфели, сейчас я инвесторам предлагаю 20% годовых, при том, что у меня желающих сейчас мне инвестировать денег больше, чем мне требуется. И просто я говорю то, что мне, ребят, пока не надо, вот сейчас если выиграем торги, то, да, я возьму у вас, а пока мне не требуется. Я тебя хорошо зарекомендовал перед инвесторами. Да. Вот мне инвесторская тема вообще интересна, потому что я также работаю с инвесторами. Расскажи, пожалуйста, 2-3 критерия, как инвестор принимает решение. Да, по инвестиции у меня как раз первый инвестор, он был моим учителем, потому что я проходил обучающий курс у него, и он меня консультировал по скайпу. Здесь смысл какой, что первое, инвестору важно оценить доходности риски, и каждый профессиональный инвестор понимает, чем выше доходность, тем выше риски. При этом на небольшие суммы, то есть там, если нужно дать 1, 2, 3, 5 миллионов, это весь банк. То есть я всем рекомендую, сначала начинается свой путь привлечения инвестиций из банков, потому что это самые дешевые деньги, самые такие быстрые деньги, потому что не надо брать не кредиты для бизнеса, а потребы просто. Вот это самые простые деньги, самые дешевые, и в принципе там проблем набрать там 3-4 миллиона, там 7-8 потребов, это вообще не проблема. Потом дальше вторая, второй шаг, это уже ближний круг, потому что по нормальным, адекватным ставкам, то есть хотя бы в пределах 25-30% годовых, мало кто из незнакомых людей будет доверять деньги, потому что доходность небольшая, а риски большие, потому что человек вас особо не знает. Поэтому наиболее оптимально, это конечно поиск инвестиций среди ближнего круга, то есть у меня большая часть инвесторов, наверное, я не знаю, там 80% это те, которые меня либо знают давно уже, либо как-то где-то нашли меня в соцсетях, подписали, следили за мной год-полтора, и потом написали, типа, ты классный, я вижу, как ты активно ведешь деятельность, я вижу, что ты получаешь результат, я готов тебе доверить свои деньги. И, соответственно, чем больше мы даем инвестору гарантий, ну, в плане гарантий, потому что инвестор понимает то, что вы занимаетесь тем, что приносит деньги. Рабочая схема. Да, если инвестор верит в вашу рабочую схему, тем он будет больше верить в вашу рабочую схему, тем меньше, поменьше ставки он будет предлагать вам деньги. А как ты думаешь, инвестор доверяет деньги компании или личному бренду? Всегда личному бренду, естественно, потому что компания это такое, ну, Ну, сейчас очень много организаций у каждого собственника есть. И поэтому деньги несут инвесторы, даже когда это большие деньги. Вот в любом случае, либо конкретному человеку, либо команде его. Потому что компания – это непонятное. А человека-команда – это вот то, кому можно доверить деньги. Поэтому ты тульский блогер номер один, да? Да, потому что, ну, на самом деле, как сказал на Бали Полонский, известный такой олигарх. Непотажный олигарх. Очень непотажный, да. Он сказал, есть два варианта быть крутым предпринимателем. Надо иметь либо миллиард, либо быть медийным. Третий, говорит, у вас не дано. Поскольку миллиарда у вас, скорее всего, нет, то вам нужно быть медийным. Потому что, если вы становитесь медийными, даже клиенты розничные, они каким-то образом где-то вас видят, взаимодействуют с вами в соцсетях. И они уже идут покупать как бы в компанию твою, но с пониманием того, что вот, собственник, прикольный человек, я там на него подписываю, вижу там его сторисы. И поэтому я пришел купить у него. Хорошо. Давай поговорим про самый интересный лот на торгах по банкротству, который ты выкупал. Ну, интересных много лотов было. Наверное, по прибыльности и именно по поиску и по принятию решения, самый такой интересный был, это лот, который назывался «Овсетная машина Хальдерберг». Он начинался с 7 миллионов и спускался до 10 тысяч. Ничего не понятно было по этому лоту большинству из тех, кто участвовал в этих торгах. И, пожалуйста, а почему на «Овсетную машину» тебе приглянулось? Почему она приглянулась? Потому что у меня к этому времени была своя типография уже. Я знал, что «Овсетная машина» это такая огромнейшая машина, метров тридцать длиной, четыре метра высотой, и я понимал, что чисто по металлолому там будет примерно 400 тысяч. И поэтому, когда я заходил на эти торги, я пытался дозвонить до конкурсов, до конкурса не дозвонился, информации не было. Объект находился на НПО имени Лавочкина, это производство Роскосмоса, закрыто. И, в общем, попасть там было сложно. То есть до торгов я с этим имуществом не ознакомился. Несмотря на то, что я с ним не ознакомился, я понимал, что в крайнем случае я просто даю металлолом на 400 тысяч. И было, по-моему, 10 заявок, наверное, все ставили маленькие суммы, просто без понимания того, что это за лот. А я поставил там 110 тысяч и выиграл тем самым лот. В итоге мы нашли подрядчика по металлолому, они где-то в районе месяца работали, и 500 тысяч, получается, на мани перевели по расчетному счету. То есть прибыль из лота ставил 400 тысяч, я, в принципе, ничего не потратил. Прибыльный и маржинальный лот, да. Да, здесь самое главное понимать то, что чем больше у вас кругозор и экспертность в различных узких областях, тем более вероятно, что вы на дорогах по банкротству заработаете. Заработаете или будете на регулярной основе? Ну, заработаете на конкретном лотом, и дальше будете больше зарабатывать. Потому что, почему я именно сегментировал сейчас на оргтехнике, на банковском оборудовании, на мебель? Потому что это узкая специфика. У меня есть свои магазины в Туле, в Рязани, в Твери. У меня есть отдел закупок, у меня выстроена логистика. То есть я уже настолько эксперт в этой сфере, что мне гораздо проще. Также есть люди, кто занимаются недвижкой коммерческой. Есть люди, кто занимаются квартирами в торгах по банкротству. Есть кто занимается спецтехникой, например. Ты занимаешься в торгах по банкротству. Это оргтехника, это мебель, это дебиторка. И банковское оборудование. Сейчас я в другие... То, что мы видим. Сейчас я в другие сферы не лезу, потому что надо больше вникать, больше углубляться. А время, время, такой ресурс очень ограниченный. И риски, соответственно, сложно оценить без глубокого погружения в каждый лот. Вопрос. Мы вообще где находимся, Кирилл? Мы находимся в IT-71. Это комиссионный магазин уртехники и банковского оборудования. В принципе, это единственный такой магазин в Туле, который представляет полную линейку мониторов, компьютеров, инфопринтеров. Это всё практически большая часть банков. Это всё приводится в порядок нашими ребятами и продаётся потом с гарантией. Это можно платить и по расчётному счёту, это можно купить с НДС, это можно купить, оплатив наличные, это можно оплатить карты. То есть, в принципе, это полноценный магазин а-ля сетевой, только с дисконтом. И насколько я знаю, у тебя три или четыре точки, да? Да, сейчас у нас, получается, в Туле точка, в которой мы сейчас находимся, это продажа уртехники. Дальше ещё есть одна точка в Туле, это складный магазин, там и офисная мебель уртехника. Также есть в Рязани складный магазин и в Твери. Сейчас у нас план на этот год ещё одну точку открыть в одном из регионов. Мы вот хотели открыть в Казани, потому что там нету конкурентов в этой сфере, есть спрос, мы проанализировали рынок, проездили по точкам. Самая крутая эти точка, у которой имелась хорошая оборудование современная, она вообще не имела никакой вывески, находилась в подвале жилого дома. Мы нашли их просто по звонку, просто мы звонили, говорим, куда заходите, вот сюда заходите. А, понятно, всё, вывески у них почему-то не было. Я сейчас удивлён, кстати говоря, Татарстан, Казань в частности, вообще регион передовик. Все франшизы дутые, причём такие вообще беспонтовые и живые. И вообще сам регион необычайный в плане бизнеса. Вообще татарыч ухватки, ребята, по этому поводу. Это ещё и город-миллионник. И сейчас такой, мне кажется, щелчок нашим татарским подписчикам. Бам! Да. Хорошо, я предлагаю тему с аукционами закрыть. Последний вопрос задам, именно с тематики аукционов по банкротству. Как ты думаешь, перспективы рынка на 2020 год, 2021 и так далее? Ну, рынок растёт, понятное дело. Почему? Потому что, если раньше государство начало заниматься очисткой банковского сектора, то кроме того, что будут ликвидироваться банки, в ближайшие лет 5 точно в большом количестве. Также растёт рост дебиторского должности населения, также растёт рост дебиторского должности организаций. И неминуемо будут встречаться просчёты в управлении организациями, в том числе крупными организациями. И естественно, что они будут уходить в банкротство, имущество будет реализовывать хотя бы, чтобы часть денег погасить кредиторам. В принципе, у нас в России уровень финансовой грамотности минимальный. Потому что, вот когда ты начинал бизнес, у меня даже не было бухгалтерии. Сейчас у меня уже выстроена бухгалтерия полноценная. И когда я кому-то показываю свою бухгалтерию, многие в шоке говорят, ой, нифига себе, как круто, у меня вообще там примерно всё считается. И как раз, да, одна из проблем российского бизнеса – это отсутствие полноценного финансового учёта и, в принципе, финансовой грамотности собственников и управленцев. И в итоге получается то, что получается, то, что огромные предприятия уходят в банкротство, хотя у них есть и имущество, и заказы, и сотрудники. Казалось, что всё дано уже им для того, чтобы хорошо работать. А просто не считают деньги, не считают расходы, не считают доходы. И в один прекрасный момент всё закрывается. Ну, то есть, мы можем сделать такой общий вывод. Аукционы по банкротству в ближайшие годы будут... Ну, ближайшие лет 5 точно они будут расти. Да, потом, наверное, будет этот опыт негативный перениматься уже новыми собственниками, новыми исполнительными руководителями, управленцами. И, соответственно, компания будет менее агрессивно захватывать рынки, более тщательно подходить к финансовому учёту. И, возможно, естественно, что это будет спать. Но в ближайшие лет 5, наверное, будет так, как сейчас. Я думаю, гораздо больше ещё. Супер, отлично. Кирилл, у меня есть вопрос, который лично я хочу задать. У тебя, я знаю, порядка 10 направлений в бизнесе. Может, там 8, 9, 10. Я точно не считал. Скажи, пожалуйста, как ты всё успеваешь и погулять, и по командировкам помотаться, и ты очень много путешествуешь. И спортом позаниматься. И спортом позаниматься. Расскажи свой секрет, пожалуйста. Да, здесь система, на самом деле, управление, она простая через исполнительных руководителей. То есть, каждым бизнесом управляет исполнительный руководитель, фактически. Он занимается контролирующей деятельностью, он занимается поддержкой операционной деятельности, он занимается стратегической деятельностью. Соответственно, я корректирую действия исполнительного руководителя, даю какие-то определённые советы, даю определённые задачи. Исполнительные руководители все привязаны, практически все. Мы сейчас переходим к тому, чтобы всех привязать к чистой прибыли. Соответственно, исполнительный руководитель получает процент от чистой прибыли. Вообще у меня в компании окладов практически нет ни у кого. У всех процент от чистой прибыли. Да, то есть есть сотрудники, у которых продукт, который не влияет на общую прибыль, нельзя его выделить. Они получают, да, кладную часть плюс бонуса. А если касается исполнительного руководителя, они получают только процент от чистой прибыли. Соответственно, у исполнительного руководителя есть прямая финансовая мотивация делать результат по крайней мере не хуже, чем вчера. Тогда отсюда же вопрос дальше. Что это за система управления? Где она была взята? Ну, я проходил различные тренинги, начиная от БМ, заканчивая лайком и просто узкоспециальные тренинги. Она, в принципе, обычная система вертикального управления, где вверху станет собственник рядом с помощницей, дальше идут исполнительные руководители, дальше идут экзамы и дальше идут рядовые линейные сотрудники. У тебя разные бизнесы, но так как мы поняли, один бизнес вытекает из другого. Скажи, пожалуйста, какой бы ты хотел открыть себе бизнес по душе? То, чем я занимаюсь, мне это нравится все. То есть, мне интересны розничные бизнесы, мне интересны бизнесы, которые не имеют низкого потолка, потому что вот последний мой бизнес, который я приобрел, 50% в отраторная компания, сейчас мы продаем примерно минимум на 5 миллионов тартаров в месяц. И, в принципе, перспективы рынка. То есть, я понимаю, что мы можем выйти на миллиард в выручке где-то там через 2 года. Поэтому, это рынок интересен. Мне менее интересен инфобизм, потому что меня уже многие просят запустить курс по инвестициям, потому что за свое время я привлек, наверное, порядка 30 миллионов с банков у меня по кредитной истории. Это где-то года за 34. Я брал, быстро отдавал, брал, быстро отдавал. И по частным инвесторам у меня было, наверное, инвесторов 70 за все время. И привлек я больше 50 миллионов. Сейчас я большую часть денег, естественно, отдал уже. И начинал я, опять же, с 72% годовых ставки. Сейчас я дошел до 20% годовых, при том, что мне желают сюда денег у меня сильно больше, чем мне нужны. И поэтому у меня есть желание небольшое записать курс по привлечению инвестиций, потому что проблема малого бизнеса, микробизнеса, одна из проблем, просто часто не хватает на дешевой оборотке. Потому что есть возможность взять дорогие деньги, залоговые, под 50-50%. Но, к сожалению, рульничный бизнес, автовый бизнес просто не вывозит такую ставку. А брать более дешевые деньги у них просто не получается. А вот в рульничном бизнесе получается какая проблема же. Вот то, что мы находим сейчас в офисе ТС-71, у нас есть товар в наличии. Соответственно, для того, чтобы продать какой-то товар, нужно сначала купить его. Чтобы продавать много, сначала нужно купить много. То есть сейчас ценится товар в наличии, а не когда под заказ. Потому что все хотят купить здесь и сейчас. И поэтому, получается, иногда сдерживающий фактор роста бизнеса, это просто отсутствие дешевых финансовых средств. Мирилл, ты в конце ноября официально уже наша ассоциация, наша команда был приглашен в качестве одного из спикеров на нашу ежегодную конференцию аукционных брокеров России, где тебе будет дано слово. С чем ты будешь выступать? Я буду выступать на тему привлечения инвестиций. Поскольку я являюсь экспертом, у меня есть большой опыт привлечения денег, о котором я рассказал чуть ранее. Я думаю, что мой опыт будет полезен. Он понятен, он практический. И, в принципе, скопировав его, можно достигнуть примерно соизмеримого результата. Все-таки в торгах банкротства без инвестиций никуда. Потому что для того, чтобы какой-то продать, он сначала нужно купить его, если мы не говорим об аукционных брокерах. Я тоже работаю с инвесторами, занимаюсь привлечением инвестиций. И я просто буду с удовольствием слушать твой опыт также. Так, хорошо. Вопрос у меня к тебе также есть. Смотри, многие успешные люди, когда заработали некий капитал, хотят уехать в другой город. В Москву, в Санкт-Петербург, в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж. Скажи, пожалуйста, ты живешь в Туле. Тебя посещают мысли большого города? Нет, меня не посещают такие мысли, потому что я реально привык как-то к своему месту нахождения, потому что у меня здесь очень много знакомых, приятелей, друзей. Я не очень представляю себя в другом городе, хотя понятно, что связи нарабатываются, знакомые тоже появляются. И в принципе, потому что я не вижу смысла переезжать, потому что меня здесь все устраивает. Москва у нас 180 километров от Тула, то есть если какие-то вопросы нужно решить определенные, доехать, то это близко, да. Но жить в мегаполисе... Вчера мы ехали, приятно было с землем трассы, качеством трассы, шикарная дорога. Хотя мы приехали на джипе, специально взяли высокую машину, по колдобинам, было классно. Кирилл Анатольевич, мы следим за твоим инстаграмом, часто ты у меня выплываешь в сторис, в постах, ну и я реагирую, мы с тобой часто переписываемся, есть. Что я там вижу? Я там вижу такое психопатное постоянно перемещение из одного города в другой, из одной страны в другую. Часть из этих поездок это рабочие поездки, и большая часть из этих перемещений это все-таки увеселительные программы. Вот твой отдых. Скажи для тебя путешествие, что это такое вообще? Ну, путешествие это естественно, в первую степень это отдых. Второе, это возможность пообщаться в непринужденной обстановке с новыми интересными людьми. В принципе, третье, это возможность посмотреть мир, почерпнуть, что для тебя новое, интересное, в том числе для бизнеса. Вот, наверное, три основные пункта, которые я цепляю на отдыхе. Как часто ты путешествуешь, скажи? Ну, примерно, если взять именно отдых, где-то раз в два, в три месяца. Бывает чуть чаще, бывает чуть реже. Самый актуальный вопрос на фоне вала биткоина, он как бы на момент сейчас съемки стоит 7900 рублей. Долларов. Да, долларов. Твои прогнозы по биткоинам, что думаешь вообще? Я вообще не занимаюсь MLM-историями, я не занимаюсь криптовалютой и прочим, потому что я понимаю, что это те рынки, на которые ты, в принципе, практически не можешь повлиять. То есть, это лотерея, в которую ты можешь либо выиграть, либо проиграть, при том, что она ошибки большая. Поэтому по биткоинам, по MLM-историям, по всем, я, к сожалению, не эксперт, и смысл там что-то заявлять, просто пальцем в небо, как многие эксперты, так называемые, делают, я не вижу просто смысла это делать. Как заработает миллион в 2019 году? Если у вас нет опыта стартового капитала, если у вас нет определенных связей или родителей, которые занимаются каким-то бизнесом, один из реальных способов – это торги по банкротству, потому что это большой рынок, это рынок, который пока еще не насыщен, не перенасыщен, по крайней мере. Он имеет очень высокий потолок, то есть, открыв свою шурмечку, вы не сможете заработать миллион, это точно. Занимая торгами по банкротству, вы тоже, возможно, не заработаете миллион, по крайней мере, у вас есть такой шанс. Поэтому, почему бы нет, пробуйте, оценивайте риски. И в любом случае, уже есть те люди, которые заработали миллион на этой сфере. А на многих других сферах нет прецедентов, когда люди зарабатывали миллион. Отличное мнение от эксперта рынка аукционов по банкротству. Спасибо. Кирилл, все интервью смотрю на вот эти забавные аппараты. Что это такое? Это вакуумные упаковщики, они использовались в банке для вакуумирных денег, то есть, они видели, наверное, миллиарды рублей каждый. Серьезно? Да. Сейчас они используются... Даже деньгами пахнет. Сейчас их покупают в основном рестораны для вакуумирных продуктов питания. Чем они хороши? Они профессиональные, новые такие, стоят порядка 100 тысяч рублей, мы продаем там порядка 25-30 тысяч рублей. 100 тысяч стоит, вы продаете за 25? Да, с гарантией. Покупаем где на торгах? Покупаем примерно за 5. Супер. Чего только нету на торгах по банкротству, я постоянно удивляюсь. Кирилл Анатольевич, мы с пустыми руками не приходим в гости, у нас так принято. Вчера мы тебе привезли Jaguar XJ, а сегодня хотим подарить нашу авторскую книгу. На самом деле, ну, большая гордость для нас, потому что это большая работа, и такими, как мы в книге, нас не знает никто. Потому что здесь у нас была возможность раскрыться, показать, рассказать то, что, ну, скажем, скрыто от посторонних глаз, то, что у нас внутри. И наш путь где-то пересекается, потому что мы тоже с нуля начинали все наши проекты, все наши бизнесы. И для нас очень ценно, что сегодня мы у тебя в гостях, и в этой связи мы данную книгу с Давидом уже подписали, сегодняшним числом причем. Вот. Эта книга достается тебе, и для меня, и для Давида Викторовича, наверное, будет очень ценно получить от тебя какую-то обратную связь. Не жди здесь волшебных каких-то сюрпризов, вряд ли здесь будут какие-то мощные для тебя инсайты, хотя я думаю, что где-то здесь ты для себя что-то полезное тоже почерпнешь, как мы сегодня. Тут, на самом деле, история двух обычных простых парней, как мы шли, тут автобиография, какие были проекты, ну, и, естественно, про нашу ассоциацию сейчас с удовольствием. Да, спасибо большое, интересно будет прочитать, поскольку я знаком с вами с самого старта, да, и поэтому интересно будет прочитать и посмотреть, как вы донесли эту информацию, потому что я какую-то информацию о вас овладею и знаю, а теперь это уже будет более такая детальная информация, прочитаю, обязательно скажу, что понравилось, что мне понравилось. Спасибо огромное, спасибо. Кирилл, представь сейчас себя в роли инвестора, и вопрос у тебя такого плана. Как сохранить деньги и куда вкладывать? Здесь первый вопрос очень правильный, то есть перестает вопрос, как сохранить для начала, потому что, как научил мой тренер по инвестициям, потому что у крупных инвесторов стоит задача не заработать денег, стоит задача не потерять. Поэтому с точки зрения сохранения, естественно, самый надежный способ – это вклад в банки, который застрахован по системе страхования вкладов. До 1,4 млн все сбережения застрахованы у нас. Все то, что выше банковской ставки, а это порядка 6-7% годовых, все, что выше, уже имеет определенный риск. Поэтому здесь нужно смотреть, исходя из опыта инвестора, из опыта инвестирования в различные моменты и с точки зрения оценивания рисков. Поэтому конкретный совет я не могу дать, просто я не рекомендую заниматься MLM-историями, если люди некомпетентны в этом. Я не рекомендую Форекс и прочие финансовые пирамиды, потому что это инструменты высокой доходности, связанные с большим риском. И в них вероятность заработка, она сильно меньше, чем вероятность потери избережений. То есть ты такой консервативный инвестор? Да, да. Ну, я еще не знаю ни одного консервативного инвестора, который разбогател на банковском депозите. Я тоже не стрясал. Да, да, да. Так, хорошо. Готов что-то подарить нашим подписчикам? Конечно, давай подарим. А что? Да, не знаю, что угодно. Что угодно. Давай так, разыграем сертификат на 5000, не жалко? Не жалко. 5000 рублей не жалко. Сертификат на покупку товаров в твоих магазинах. У тебя магазины в Туле, в Рязани и... В Твери. В Твери. Да, давайте сделаем. Сертификат на 5000 рублей на покупку любой техники, любого оборудования и условия конкурса просты. Задайте самый интересный вопрос Кириллу Анатольевичу, и он на него ответит. Кирилл, получается, нужно ехать в тот город, где у тебя есть магазин? Да, не обязательно. Понятно, что подписчиков очень много, они находятся в всех уголках России. Мы бесплатно доставим товар, который выберете, в любой уголок России, от Калининграда до Хабаровского края. Окей, тогда как мы будем выбирать победителя? А победителя мы выберем таким образом, что я отвечу на все вопросы, которые зададут подписчики, но которым понравится больше всего, он и получит ретификат. Я думаю, условия просты. Задаем вопросы туда, Кирилл читает, на них отвечает и определяет победителя. Я думаю, легко. Когда итоги подведем? Давай через неделю после выхода этого эфира? Да, вполне достаточно. После этого выпуска. Да? Да, все отлично. Это национальная ассоциация аукционных брокеров. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. С нами сегодня в выпуске был Кирилл Анюшин, серийный предприниматель из города Тулы. Все ссылки на его проекты, на него вы найдете под этим видео. Также ссылки на нас тоже будут под этим видео. Увидимся в следующих выпусках. Ставьте лайки, бейте в колокол и пишите комменты. Скоро будет у нас розыгрыш среди вас. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok